Ну а прямо сейчас я рада приветствовать в нашей студии директора издательского дома Томикс Сергея Казакова. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, Ильяна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, Владимирская газета уже завтра в печатном выпуске. Да, Владимирская газета, как всегда, в киосках распечатки, у наших распространителей завтра появится. И мы не устаем благодарить тех людей, которые покупают наш печатный номер. Мы понимаем тех нетерпеливых, которые заходят на наш сайт tomix33.ru и пытаются уже узнать какие-то новости нашей публикации, которые интересны, тоже на сайте. Но, как всегда, я говорю, у нас есть изюминка, которая только в печатном варианте. И те, кто купит нашу газету, они, конечно, не пожалеют. На первой полосе речь идет о том, что у нас внесен был в законодательное собрание законопроект о прямых выборах. И, к большому сожалению, пока большинство у нас Единую Россию представляет в законодательное собрание, вот депутаты от Единой России, в общем-то, не поддержали этот закон о прямых выборах глав муниципалитетов. Но прогресс уже есть. Если этот законопроект, он не впервые вносится в законодательное собрание, до этого набирал где-то примерно 7-8 голосов, около 10, то сегодня уже набрал он, по-моему, 13 голосов. То есть это такой немножко не хватило. Легкий переход уже, да? Да, не хватило буквально 7 голосов, чтобы он был принят. Но по всем опросам, и хотя вот наши коллеги иногда не соглашаются с этими опросами, но они достаточно объективные. И, в общем-то, большинство жителей, в том числе Владимирской области, хотят все-таки напрямую выбирать глав администрации и своих глав муниципалитетов. Ну, потому что вот ответственность через избрание главой депутатами, она как бы вот звено прямой ответственности снижает, да? Такой прямой ответственности нет. В частности, Владимир, при всем уважении к Андрею Станиславовичу Шохину, он избран все-таки депутатами, да? И он не прошел вот горнила выборов напрямую, он не встречался с избирателями, не боролся вот за тот процент, который он должен был получить, чтобы победить. На мой взгляд, все-таки, конечно, прямые выборы – это правильно. Надеюсь, что, как там заявили авторы законопроекта, что мы будем еще раз носить, и надеемся, что с каждым разом количество поддерживающих. Кстати, по-моему, три фракции поддержали, там КПРФ поддержала, Справедливая Россия очень активно поддержала, и, по-моему, ЛДПР. Вот эти депутаты. Но я как независимый депутат тоже поддержал, голосовался. Так что есть статья об этом, я думаю, что будет интересно почитать. Ну и уж раз я начал говорить о законодательном собрании, вот новость последнего часа. Максим Шевченко, с которым у меня, кстати, очень такие хорошие товарищеские отношения, сегодня окончательно перестал быть депутатом. Там была процедура отстранения от должности депутата, сложения его полномочий как депутата. Она закончилась сегодня постановлением законодательного собрания. Он выведен из состава комитета, который он был, и сложил полномочий депутат законодательного собрания. Он был избран по спискам КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации. Ну и, соответственно, когда он вышел из фракции, не согласившись с позицией в целом КПРФ, по спецоперациям на Украине, и он теперь уже будет, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, все, так сказать, уже не депутатом. Ну, надеюсь, что он не потеряет связь с Владимирской областью. Все-таки он сделал много хорошего. Депутат он был яркий, заметный. Кто займет его место? Это решает, я так понимаю, руководство областной нашей организации, КПРФ. Они решат, кто там в списке уже, вот за Максима Шевченко шел, там за ним, ну, там, не знаю, как они будут решать. Это их право. И они представят где-то в понедельник, обещали нового депутата. Место будет занято, естественно, по закону. Вот. Такая тоже интересная тема, она постоянно звучит на страницах, в том числе Владимирской газеты. Это тема общественного транспорта. И долгое время депутаты просились, можно сказать, просили показать на Волгобас и как-то руководство не очень шло нам навстречу. И вдруг, значит, ну, видно, еще и просьба губернатора тут была, Авдеева, согласились принять делегацию из депутатов вот и во главе с губернатором на Волгобасе. И мы посетили, я тоже был в составе... Ваше впечатление вот так? Ну, как вам сказать? В целом впечатление, я бы сказал, такое хорошее. То есть, Волгобас уже изменился, как мы считаем, в лучшую сторону. Они учли пожелания, в первую очередь, наверное, жителей Владимира, который больше всего пользовался и до сих пор еще пользуется Волгобасами. Они убрали вот эту вот, помните, ступеньку заднюю, которая всегда вызывала большое негодование, так сказать, наших пассажиров, вот особенно пожилого возраста. Сейчас ее нет, там более удобный заход, хотя нам там намекнули, что всегда пожилые люди должны заходить в переднюю дверь и садиться в первых, так сказать, рядах. То есть, ну, не всегда так получалось, поэтому приходилось иногда и сзади по этой ступеньке подниматься. Вот, ну, появились у них средний класс, не все большие, как раньше были, а такой средний класс появился. Здесь он, именно здесь, в Владимирской области будет изготавливаться. Вот, ну, усовершенствовали они какие-то вещи дизайнерские. Но был такой откровенный разговор с Бакулиным, вот, генеральным директором, одним из владельцев этого завода, почему вдруг вот так-то не взлюбили Волгобас, да? Я вот ему откровенно сказал, что, да, было очень много претензий к Волгобасу. Вот, может быть, они были субъективные, может быть, там эксплотанты вот неправильно их эксплуатировали. Кстати, Бакулин намекнул на это, что вот они неправильно их эксплуатировали, поэтому они там и ломались, и стали ржаветь, потому что их обклеили рекламой, а потом ободрали, повредив красочное покрытие. Ну, в целом, еще такая интересная история, сейчас город Владимир пытается закупить новый автобус, там 17 автобусов, и вот уже, по-моему, третий конкурс сорвался, или второй, второй, наверное, да? Не получается пока никак закупить, вот. Вот, а Волгобас, ну, как бы участвует в этом конкурсе, правда, в последнем он не участвовал, потому что там появилось не только газомоторное, условие такое появилось, что не только газомоторные автобусы должны быть поставлены вот в рамках этого контракта на 250 миллионов, а поставлены еще и дизельные, там 7 на 10, по-моему. Соответственно, Бакулин сказал, у нас нет дизельных, соответственно, мы в конкурсе даже заявку подать не можем, потому что мы их не изготавливаем. Ну, вот губернатор Александр Александрович Авдеев, наш исполняющий обязанности, он намекнул, точнее, непрозрачно просто намекнул, что он хотел бы, чтобы все-таки деньги остались в Владимирской области, чтобы вот Волгобас выиграл этот конкурс. А цена автобуса, вот, кстати, она на сегодняшний день конкурентоспособна, если говорить о Волгобасе? Ну, Волгобас обещал. Там все говорят, что цены растут. Они растут, и объективно растут, даже вот там моторы китайские стоят, они из Китая, но не только доллары и евро ушли к рублю, так сказать, рубль подешевел, так скажем, да, обесценился, стал дороже стоить доллар, чем там был, да, было 75, но сейчас немножко вот он упал, но все равно вот если купить доллары, все равно где-то 90, то есть вот раньше по 75 можно было купить, сейчас все равно 90, пока все равно не сказать, что вот доллар можно купить там за 70, за 75, как раньше, все равно дорого. И иена тоже, не иена, а это... Юань. Юань, да. Юань тоже стала дороже, и получается, что все равно этот двигатель теперь станет дороже, там может быть, ну, процентов на 30, там на 20, но это все складывает в себе стоимость самого автобуса, и они подражали где-то от полутора до двух миллионов. Но все равно, вот я, насколько помню, Волгобас заявлял, что они готовы вот не 17, а чуть не 18 поставить на эти 250 миллионов, с учетом, что они могут скидки сделать. Пока укладываемся хотя бы в количество, да? Количество укладываемся, ну, на данном этапе, но, правда, я не знаю, как сейчас будет новый конкурс, что там будет в нем, потому что он последний сорвался, опять не было заявок ни от кого, поэтому, конечно, мы будем ждать, что произойдет. Ну, пожелание губернатора, но там все равно конкурс, да, то есть там, конечно, желательно все деньги оставлять у Владимирской области. Вот, значит, ну, вот уже я говорил о материале, что выборы у нас, к большому сожалению, прямые не прошли, хотя в сентябре этого месяца у нас будут все-таки прямые выборы, так скажем, губернатора Владимирской области. Правда, много ходило такой информации, что вроде бы, может быть, и их отменят в связи с последними событиями, санкциями, но, насколько я так понимаю, настрой нашего вот исполняющего обязанства, губернатора Авдеева, на то, чтобы идти на прямые выборы, он сказал, что он не боится прямых выборов. Вот, он, кстати, на этой неделе делал отчет перед депутатами, там, значит, было тоже ему интересно послушать и перспективы. Ну, кстати, обещают выборы, что, возможно, будут и электронные, в том числе, вы как к электронному голосованию? Ну, у меня нет прямого, прям, доверия этому электронному голосованию, я пока до конца не знаю, как это все будет сделано, вот, какой контроль будет со стороны кандидатов, вот, там, губернатора, если брать, губернаторские выборы со стороны какой-то общественности. Конечно, ну, московские выборы показали, что, когда вскрыли урны с бумажными бюллетенями, там побеждала, ну, так скажем, оппозиция, да, а когда, значит, добавили электронные голоса, вдруг оппозиция везде проиграла, поэтому, вот, как можно доверять вот этим, так сказать, выборам, ну, не знаю, вот, очень много интересных материалов, как всегда, наша рубрика, значит, их знает не только в лицо, кто на первом месте, ну, как всегда, точнее, не как всегда, но последнее время, наверное, уже, да, это Авдеев, наш исполняющий обязанности с губернатора, вот, Владимир Сипягенко, не странно, да, он сохраняет второе место, несмотря на то, что он сегодня уже не губернатор, но вот на втором месте он находится, ну, остальные наши читатели завтра купят газеты, надеюсь, и получат дополнительную информацию. Итак, уже завтра в бумажной версии, а уже сегодня многие материалы на сайте. Да, вот, кстати, у нас интересный материал такой, как бы, наш дружеский, есть такая компания, которая помогает получать гранты федеральные, вот сейчас очень сложные времена, и нуждаются в поддержке многие предприятия, малого, среднего бизнеса, вот, и кто вот интересуется такими грантами федеральными, они помогают просто подготовить документацию, вот об этом тоже в нашем следующем номере можно прочитать. Спасибо большое, я напоминаю наш гость сегодня директор издательского дома Томикс Сергей Казаков. Сергей, спасибо вам. Всего доброго, спасибо вам.